Гиена. Михаил Салтыков-Щедрин. Загляните в любую зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная к низу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни тем менее о жестокости, а представляется даже миловидно. Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный. У нее глазки томанные, влажные, взор доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксензов такие умильные глаза бывают, когда они соберутся к вящей славе Божией. В совести у Пасумова пошарить, или вот у чиновников, которым доверено под величайшим секретом праздничные наградные списки набило переписывать. И они, чтобы всех обнадежить и в то же время государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться. Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация. Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену в значительной мере господствует и поныне между аборигенами тех стран, где прививают эти животные и где они есть. Судя по рассказам Брэма, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того, арабы убеждены, что гиены – ничто иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя на погибель праведных душ. Очевидно, россказни эти столь же малоправдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи. За москворечье. Знаю, где я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает в гиенском образе газету писать. Какой вздор! Впрочем, о полосатой гиене Брэм отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водится только свойство. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брэма, далеко не так противен, как рассказывают, и нередко он забавляется, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет действительно характер какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе живым воображением легко приписать дьяволу и его адской компании. Так что, ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, который можно приписать дьяволу, то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене, и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех. Об этой гиенской особи у Брэма никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько, можно сказать, спутан. И, очевидно, эта спутанность происходит именно от того, что тип гиены оборотня как будто ускользнул от него. К счастью, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше, и которая положительно видела такую гиену собственными глазами. Посмотреть на нее, милушка, рассказывала она, а как начнет она хрюкать, да хохотать, хохочет, хохочет, да вдруг как захныкает, да господи, спаси и помилуй. Тем не менее, нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брэм в виду. Когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, и издают противный запах, и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных. А, конечно, еще того лучше, коли жертва связана. И, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще, дети – любимое лакомство гиены оборотня. Ночью она забирается в жилище мамбуков, одной из кафрских племен, проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей. Изловить живую гиену не особо трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода. Потом вдруг вскочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей. За всем тем, по свидетельству того же Брэма, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг вблизи костра появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж, стоя собравшейся компании в ответ на эту песню захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз в городе Синааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брэм в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо. Гиен можно даже приручать. Удовольствие, конечно, это занятие доставить не может. Но в видах подробнейшего исследования нравов этого животного подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко. Стоит только чаще прибегать к побоям и к купанию в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брэм, завидевшие его вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, что, наконец, поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывораченную кишку на 1-2 дюйма из заднего прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде. Только вот высунутая кишка – это уже лишнее. А впрочем, видеть радость гиены – это тоже в своем роде. Но что же означает вся эта история? И с какой целью она написана? Быть может, спросит меня читатель. А вот именно затем я ее рассказал, чтобы наглядным образом показать, что человеческое всегда и неизбежно должно восторжествовать над гиенским. Иногда нам кажется, что гиенское готово весь мир заполонить, что оно и одесную, и распространило крылья, и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и виск. Из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к неждоусобию. Все живое в безотчетном страхе падает ниц. Все душевное застывает под гнетом одной удручающей мысли. Изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое. Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским. Но это громадное и преступное заблуждение. Человеческое никогда окончательно не погибало. Но под пеплом, которым временно засыпала его гиенская, продолжало гореть. И впредь оно не погибнет и не перестанет гореть никогда. Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно. Осветить сердца и умы сознанием, что гиенство вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении гиенство. Зачем? Оно все-таки не перестанет смердить. Да и возни с приручением много. А будет оно, само собой, все дальше и дальше удаляться. Вглубь, покуда наконец море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.